На сцене у фабричного пруда состоялся концерт оперной музыки «Русский альбом». Выступления на открытом воздухе уже стали хорошей традицией для Реутова. Уникальной техникой вокала собравшихся порадовали Цветана Амельчук, Давица Никидзе и Дарья Вуйчик. Аккомпанировал Роберт Марискин. Ты греми гром, а я дождь розолью. С преснем землю, до сенним дождем. То-то цветки возродаются, выйдут девицы за ягодами. Светы молодцы увяжутся. Левой, левой, левой. Каждый год стараемся, чтобы наша программа была не повторяющейся. Вот сегодня у нас будет программа русская, только русская. Все, Чайковский, Римский Корсаков, Рахманинов, народные песни. Я бы очень хотела, чтобы люди стали интересоваться классической музыкой больше. Потому что опера – это такой жанр, который не оставляет равнодушным никого. Когда ты придешь на спектакль, ты погружаешься полностью в то, что происходит на сцене. И когда зритель после концерта выходит одухотворенный с какой-то мыслью. Вот это для меня счастье. Слушатели могли насладиться не только глубоким, насыщенным звучанием меца-сопрано Цветана Амельчук, но и солнечным тенором Давида Саникидзе, известного всему миру как полуфиналист шоу «Голос. Дети». Впервые он вышел на сцену в шестилетнем возрасте. Я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая дань, Ни час разлуки, ни веселья, шум не отрезвянувши, Согретой девственным любви огнем. Для меня опера – это, в первую очередь, связь человека с прошлым, с историей. Я могу исполнять ту музыку, которую написали люди в прошлых веках, именно которые передали нам вот это свое наследие. И наша задача заключается в том, чтобы именно передавать чувства и эмоции самого композитора. А мы только можем немножко, чуть-чуть от себя что-нибудь добавить. Идейным вдохновителем создания концертов классической музыки в Реутове стала солистка Мариинского театра Цветана Амельчук. Цветана давно дружит с нашим городом, и каждый год она помогает нам приглашать на нашу площадку своих друзей-артистов, которые с удовольствием составляют ей вот такую вот красивую, яркую компанию на нашей сцене. Опера – это не только академическое пение, это целый мир, создающийся упорным трудом профессионалов. Помимо музыкантов и певцов, в работе задействованы режиссер, дирижер, декораторы, костюмеры, осветители, танцоры и многие другие. В итоге на сцене разворачивается спектакль, который просто не может оставить равнодушным. И хочется слышать все больше, больше и больше. Особенно, когда выступают профессионалы, тут, естественно, не всегда есть возможность попасть в какой-то зал. Выслушать даже целую оперу может быть сложно, а вот отдельные такие уже фрагменты, которые мы привыкли, которые нравятся, ну, естественно, запоминаешь и тихонько про себя начинаешь напевать. Для того, чтобы воодушевить слушателя, вокалисту нужно упорно трудиться и постоянно развивать не только свой голос, но также эмоциональную гибкость и актерское мастерство. Профессия сложная, и для Цветаны она не сразу стала очевидной. От геодезиста до оперного певца. Мы отучились в Московском государственном институте геодезии и картографии. И когда ты понимаешь, что ты немножко не в своей тарелке, что-то нужно делать, что-то нужно искать себя и быстрее. Потому что, когда тебе будет лет 80, и ты оберешься назад, ты скажешь, а я могла, но не сделала. А нужно сделать так, чтобы все твои мечты осуществились, несмотря на преграды, испытания. Да, это время, да, это много сил тратится на это, но это стоит того, и ты чувствуешь себя там, где ты должен быть. Пока люди остаются верны своим мечтам, искусство не исчезнет из нашей жизни и будет вдохновлять нас на творчество и дарить чувство прекрасного. Олеся Ханова, Александр Попов, телеканал ТВ Реутов. Субтитры подогнал «Симон»